Всем привет! Это очередное пастельное видео. Как всегда, очень несложная работа, яркая, все как я люблю, немножко романтичная. Прям вот предвосхищая конец превью, сразу скажу, что, сразу скажу, что, естественно, у всех все получится. Маленькое лилическое отступление. Недавно под одним из видео мне написали, делала все как видео, получилось неярко, получилось очень плохо, все тускло, ничего не вышло. Желание рисовать от Павла. Что мне нужно на это ответить? Я должна пожалеть этого человека или я должна подбодрить как-то. Просто, как мне показалось, эта фраза была написана с таким посылом, что, типа, знаешь, все дело, как ты говорила, а что-то ничего не получилось, у меня только желание отпало. Я не понимаю, что я должна ответить на это. Мне кажется, аналогичная ситуация была бы, если бы я посмотрела какие-нибудь видео тренера какого-нибудь, который показывал, как на тренажере качать ягодицы, пришла бы в зал, попробовала покачать, потом пришла и написала бы, пыталась качать ягодицы, как вы сказали, ничего не болит, ничего не получилось, отпало желание, ем робовую бабу. На мой взгляд, процесс обучения чему-то, познания чего-то нового, это всегда, почти всегда преодоление каких-то препятствий, что-то не получается, ты что-то пробуешь снова, либо это просто какое-то временное помешательство, и ты такой сначала разочаровываешься в себе и думаешь, аааааа, ничего не получилось, я в растерянности, честно говоря. Это нормальный процесс, если что-то сначала не получается. Все мы учимся, все мы делаем что-то в первый раз. В общем, в этот раз я надеюсь, что у всех все получится, ни у кого не отпадет желание, и от процесса вы получите только удовольствие. Пост-скриптум, ну точнее пост-пред-скриптум. Для тех, кто спрашивал у меня про наждачную бумагу, какую я использую и как она вообще выглядит, вот она. Ну, примерно так она должна выглядеть, на самом деле я покупала себе и другую, и там вот эта шапочка была чуть-чуть другая. Ну, самое главное, чтобы вот здесь было написано зерно 1000, либо зерно 2000, либо полторашечка. Теперь с багажем знаний и моими высказанными эмоциями работаем. Ну что, еще раз всем привет, и первое, с чего начнем? Для начала нам понадобится наждачка, про которую я уже говорила, пастель с непроизносимым названием, и еще пару пастелей я взяла из другого набора. Ну, это так, уже с жиру бешусь, потому что мне кажется, что достаточно и одного набора. В принципе, все. Берем мелок любого нейтрального цвета, я взяла бежево-белый, и наносим линию горизонта. Очень важно, чтобы она была не посередине, потому что это как бы не очень. Следующий пункт, мы наносим дорожку, она должна быть такая извилистая, немножко хоп-хоп, загибаться. Ну, делаем это все не четко, а так вот набрасываем эскиз. Затем берем голубой мелок, он не должен быть очень бледный, но в то же время не должен быть очень яркий, то есть такое нечто среднее. И начинаем заполнять пространство от линии горизонта и выше. Затем немного этого же цвета наносим на дорожку. После этого вход идет светло-светло-светло-голубой. Теперь берем очень светлый голубой, прям фактически как белый, но все-таки не белый, и прокрываем им оставшуюся часть неба. Время для голубого чуть поярче. Ну что, а теперь растушевка, как всегда, от самого светлого к темному, для того, чтобы не запачкать грязным пальцем, грязным ярким синим пальцем, светлые участки. Продолжение следует... Добавляем немного светло-розового. И переходим к стволам деревьев. Мы берем светло-серый, он нам нужен для деревьев, которые находятся на дальнем плане. Естественно, чем дерево ближе, тем более яркий ствол у него будет, соответственно, тем более темный и серый мы будем брать. Любое дерево рисуем снизу вверх, для того, чтобы у нас не было таких гигантских-гигантских ветвей и худенького основания. Добавляем снизу вверх, для того, чтобы у нас не было таких гигантских ветвей. В этом плане можно взять не ярко-серый, а достаточно ярко-синий. Стараемся делать ветви деревьев достаточно такими корявыми, для того, чтобы красивый был вот этот контраст между нежными, нежными, такими растушеванными цветами фона и коряжными, не знаю, как словом, подобрать стволами деревьев. Добавляем еще розового. Наносим такие коротенькие горизонтальные штрихи, они будут имитировать опавшие листья. Можно, кстати, взять уже такой ярко-розовый. Продолжаем прописывать стволы деревьев на переднем плане. Прям берем такой темно-темно-темно-синий. Черный лучше не брать, потому что он все-таки будет too much, но прям такой темный активный синий. Не забываем про отражение под деревьями, потому что, по идее, наша дорожка, она такая влажная, и, естественно, в ней отражаются деревья. Отражение делаем нечетким, то есть это скорее такое горизонтально размытое нечто, естественно, под самим деревом. То есть, ну, вряд ли может быть такая ситуация, что дерево в одном месте, отражение в другом. Для того, чтобы стволы деревьев на переднем плане выглядели немножко объемнее, можно выделить в них какую-то светлую сторону, ну, выбрать либо правая, либо левая, и заполнить ее каким-нибудь таким светло-синим оттенком. Добавляем немного светлых бликов на поверхность дорожки. Для этого берем, естественно, белый мелок. Самое время для листвы. Для этого сначала берем светло-розовый, ну, затем будем брать более яркие цвета, но сначала берем светло-розовый и такими трясущимися немножко движениями, кое-где горизонтальными, где-то вертикальными, для того, чтобы создать разную фактуру и разную структуру кроны дерева, наносим цвет. Продолжение следует... Будет красиво, если наметить немножко таких ниспадающих листочков по форме, чем-то напоминает кровь винограда, такими точечными движениями, то есть, как будто это маленькие листочки. Теперь кое-где можно добавить немножко светло-зеленого, ну, это уже на ваш выбор, то есть, если хочется его добавить, добавляйте. Если считаете, что на этом работа готова, то, в принципе, можно оставить и так. Я чуть-чуть добавлю. Края дорожки тоже можно немножко затемнить темно-синим, для того, чтобы было ощущение, будто от листьев, ну, вот от этих барханов листьев, есть какое-то темное отражение. Ну, теперь работа готова, остается поставить только подпись, и большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Естественно, присылайте мне свои работы в директ, я с радостью всем отвечу, если кому-то нужен совет, я с радостью его дам. Спасибо. 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 Спасибо.